Здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы продолжим обзор аквариумных растений. По просьбе подписчиков начнем с растений переднего плана. Стрелорис шаловидный или сагитария. При нормальном освещении достигает высоты 5-10 сантиметров. При худшем освещении вытягивается до 20-30 сантиметров. Поэтому в идеале лучше сажать ее ближе к средней зоне. Это очень неприхотливые растения, которые размножаются клубневидными почками, а также усами, на которых образуются дочерние расти. Растения имеют очень хорошую корневую систему. Параметрам воды особо не требовательно. В хороших условиях может выбросить стрелку с белыми цветами. Нельзя не упомянуть такие растения, как анубиасы. Это растения с утолщенным корневищем и короткими междоузлиями. Грунт питательный, освещение умеренное, температура воды 26-28 градусов. Это медленно растущие растения, поэтому при сильном освещении их листья покрывают водоросли, что может в конечном итоге привести к гибели растения. Размножают анубиасы, отделяя часть корневища с небольшим количеством листьев от материнского растения и высаживают в грунт без заглубления утолщенного корневища. Следующее необычное аквариумное растение с фигурными листьями пагастемон хилфера. Оно не является почвопокровным растением, но при хорошем освещении и питательной подложке образует много боковых побегов, которые укореняются, формируя новые растения. Хорошо себя чувствует при температурах от плюс 20 до плюс 30 градусов и разных уровнях жесткости. Лучше это растение высаживать в устоявшийся аквариум, так как при резких изменениях параметров воды растение может погибнуть. Сложность заключается в наличии хорошего освещения, питательной подложки в грунте и подаче СО2. После посадки пагастемона в другой аквариум, где условия по параметрам воды отличаются от предыдущих, старые листья желтеют, скручиваются и опадают, освобождая место для новых листьев. И для того, чтобы ускорить период адаптации, верхушку растения можно сразу срезать. При этом ускоряется рост боковых побегов. Следующее интересное растение переднего плана – бокопа южная. Хорошее интенсивное освещение и подача СО2 стимулируют горизонтальный рост этих растений. Бокопа не требует для себя каких-то специальных условий для содержания. Хорошо себя чувствует при температуре от 22 до 28 градусов и низком или среднем уровне жесткости воды. Интенсивность освещения влияет на скорость роста и внешний вид растений. Недостаток освещения в первую очередь влияет на нижние листья растения, которые начинают опадать. Нельзя не затронуть в своем рассказе такое растение, как элеохарис парвола или сетняк крошечный. Именно этот вид элеохарисов создает идеально зеленый коврик в аквариуме. Но именно он требует идеальных условий содержания. Дело в том, что он не переносит даже небольшое количество водорослей в аквариуме, которые перекрывают доступ к питанию растения. Время акклиматизации в новом аквариуме – порядка двух недель. Оптимальные условия содержания элеохариса парвола вы видите на экране. Наличие в аквариуме фиамских водорослеедов, креветок амана, улиток приветствуется. Часто элеохарис парвола путаются с элеохарисом игольчатым, который не создает зеленый коврик, а вырастает до 40 сантиметров в длину и является растением заднего плана. Видов растений переднего плана очень много. Я затронул лишь небольшую их часть. Вообще, из низкорослых растений можно создавать очень красивые композиции. Надеюсь, мой видеообзор вам понравился. Всего вам доброго. До свидания.